Уважаемые коллеги, я хотел бы сегодня остановиться на макроэкономических проблемах развития российской экономики. Потому что я уверен, что мои коллеги, которые работают в области финансов, будут лучше, скажем, о непосредственно финансовых проблемах. Потому что я уверен, что мои коллеги, которые работают в области финансов, будут более об этом говорить о проблемах финансовых. Я не буду об этом говорить о финансах и мы поговорим об этом в конце моего выступления. Но, я не могу говорить о финансах и мы оформляем ее до конца. Ну, прежде всего, нужно сказать, что мы впервые работаем в таком необычном формате, и причина этого является эпидемия коронавируса COVID-19. Ну, сейчас очень много разговоров о том, как это повлияет на нашу будущую жизнь. Ну, вот здесь, на графике, вы видите, как развивалась и развивалась ситуация. На графике, вы видите, как развивалась ситуация в России, в Франции и в Италии? Видно, что разница между пиками заболеваемости в Италии, Франции и России, это примерно полтора месяца. А внизу, по полоскам, мы показываем периоды жесткого локдауна, то есть карантин, которые нас наблюдали в этих странах. Ну, в России, коронавирус, даже продлился по времени чуть дольше чем в Италии и Франции. Ну, в России, коронавирус, даже продлился по времени чуть дольше чем в Франции и в Италии. Но, тем не менее, мы пока не имеем довольно высокий уровень выявляемой заболеваемости коронавируса. Но, в результате, мы имеем довольно высокий уровень выявляемой заболеваемости коронавируса. Это не только проблема в том, что у нас много болезней, но и проблема в том, что мы много тестировали. Это подтверждает количество смертельных случаев. Что с ним? Это подтверждает количество смертельных случаев. Мы видим, что в России, это всего примерно чуть более 10 тысяч погибших. В России, это около 30 тысяч. В Италии, это почти 35 тысяч. И в Италии, это почти 35 тысяч. Понятно, что есть проблемы со статистикой. Понятно, что методика учёта сильно различается. Но, например, если вы посмотрите на статистику Франции, мы увидим, что там очень много выбросов. Такие выбросы не характерны для Италии или России. Но, так или иначе, нужно говорить, что ситуация действительно была серьезной. Но мы можем сказать, что ситуация была очень preocupante. И она оказалась серьезная негативная влияние как на общество, так и на экономику. Какие выбросы, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Ну, первое. Он состоит в том, что в результате вот этих жестких гарантийных мер, которые были приняты большинство в мире и экономических проблем. В общем, в первом, в результате, в зависимости от статистических условий из-за депутатов в большинстве экономики, что мы должны представить, что необходимо сделать баланс между защитой человеческой жизни, или борьбой с использованием этого зимой, и некоторыми показания экономики. То есть, теоретически, можно было добиться такой ситуации, когда экономические потери от ладдауны были бы выше всех возможных, насколько это можно оценить, потери от самой эпидемии. То есть, в такой точке, когда экономические потери от ладдауны были бы не приемлемы. То есть, получается, что страны, которые находятся в худшем экономическом положении, они могут себе позволить меньше берегу ладдауны. Это означает, что страны, которые находятся в худшем экономической ситуации, могут иметь более короткий период. Второй момент состоит из того, что то, как карантинные меры существуют в худшем экономике, заставляют подумать о том, что если такая ситуация повторится, то нужно действовать несколько иначе. То есть, как карантинные меры существуют в худшем экономике, то есть, если это происходит, то нужно действовать другим. Например, в России, мы видим, что остановка строительных работ и крупных промышленных предприятий были не эффективными меры. Потому что на таких предприятиях вполне возможно обеспечить высокий уровень санитарного контроля. И бизнес в этом тоже заинтересован. И в этой связи понятно, что если крупные промышленные предприятия строительные не останавливаются, то и негативные экономические эффекты, по крайней мере, будет ниже. И наконец, третьим уровень. И, наконец, третьим уровень. Он состоит в том, что медицинские системы всех крупных экономических мира, но может быть, за исключением Китая, не готовы к такому масштабному количеству зараженных людей. А это значит, что в перспективе ближайших лет, экономика, как мы видим, Франция, Россия, Соединенные Штаты Америки, придется решить задачу по созданию вот этой вот мобилизационной части медицинской системы. Это значит, что в последние годы, для того, чтобы бороться с ситуацией. Кто будет платить за это? Кто будет платить? И ответ на два. Два возможных варианта. Или это должно связаться на услугах медицинского страхования, для того, чтобы обеспечить цену и обеспечить цену. Так, есть две возможные ответы. Стоит, это системы медицинской системы, то есть вопрос о цене, то есть вопрос о цене, то есть вопрос о цене, что эти заплаты будут существовать. Так, вопрос о цене, какие деньги будут финансировать эти деньги? Теперь я хотел бы перейти к нашим осенью, на среднейшем расследовании, на российской экономике. Сейчас я перейти к нашим осенью, на среднейшем расследовании, на российской экономике. Прежде всего, посмотрим на левый график. Как это не покажется странно, но экономическая динамика российской экономики в мае оказалась хуже, чем в апреле. При этом, в течение всего мае, в мае, в мае был как гон ogau, в России? В мае, в таком году, а в мае, в течение всего мае, в вас начали продавать определенные производства. Нет, нет. В августе, в августе, возникновение структуры, и в мею, производство начало. Посмотрим на ключевые индивидуальные. Посмотрим на ключевые индивидуальные. В торговле, в апреле, снизилось на 23%. В мае, за счет того, что открылись определенные торговые предприятия, и снизилось на 20%. В мае, мы развернули некоторые торговые предприятия, и поэтому, снизилось на 20%. Но если мы смотрим на промышленность, в апреле, снизилось на 6,6%. В мае, снизилось на 6,6%. В мае, около 10%. И снизилось на 10%. Мае, снизилось на 5 снизилось на 100%. Но есть и относительно позитивные моменты. Однако, есть и относительно позитивные моменты. Прежде всего, в стране, например, страны, которые мы говорили еще 1,5 месяца назад. Например, в бассейн в строительстве, в БТП, было значительно меньше, чем мы рассчитывали, как мы рассчитывали, что все это происходило на фоне довольно низких темпов роста инфляции. И все это произошло, когда токсовый 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 рост и низкая инфляция создает очевидные проблемы для развития российской экономики и восстановления в ближайшие годы-два. То есть, ситуация низких темпов роста и низкая инфляция создает определенные проблемы для экономики русской экономики, для развития российской экономики. Как мы видим, что экономика развития российской экономики? Ну, конечно, мы думаем, что экономика увеличит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы видим, что есть растущие виды деятельности И понятно, с чем это связано Субтитры создавал DimaTorzok 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 Руссия уничтожала свою продукцию от 14-15% в месяц. Это привело к тем результатам, которые мы видим. Мы оцениваем изменения среднесрочного потенциала роста российской экономики. Он снизился, по нашим оценкам, примерно на один процентный пункт. Если еще год, полтора года назад, в выступлениях и Виктора Викторовича Ивантера, и в наших выступлениях мы говорили о том, что потенциал составляет примерно 4,5%. То сейчас наша оценка составляет примерно 3,5%. Это означает, что 3,5% российская экономика может достичь только при условии полной мобилизации ресурсов и практически безошибающих действий в области экономической политики. Это означает, что эти 3,5% не будут достигнуты, если экономики русской экономики мобилизают все свои ресурсы и если нет ошибок в политике экономики. И главные потери, которые здесь произошли? Звукĩ finoщики, это потери возможного потенциального вклада чистого экспорта. На результате ухудшения ситуации в мире экономики. и вклад в инвестиции в основном капитал под воздействием финансового и бюджетного ограничения. Здесь самое время поговорить о том, а как же может быть выстроена система кризисной поддержки экономики и ее восстановление в средне-долгосрочной перспективе. Это то, когда мы поговорим о поддержке экономики в контексте кризис и возможности в среднем и длительном уровне. Мы показывали уже коллегам здесь, в России, эти графики, это оценки мультипликаторов различных мер в средне-долгосрочной поддержки экономики. Мы видим, что наибольшие мультипликаторы, за счет кредитного плеча, имеют меры поддержки связанные с ростом кредитования. То есть, мы видим, что наибольшие мультипликаторы, грязь у кредитного плеча, это оценки мультипликаторы, это оценки мультипликаторы, существенные мультипликаторы у прямых мер поддержки бизнеса. Вложения в инвестиционные проекты. И относительно малый мультипликатор у прямых меры поддержки доходов населения. Бюджетных инвестиций. И субсидии на развитие экспорта. Но мультипликаторы – это всего лишь коэффициенты. Но мультипликаторы – это всего лишь коэффициенты. Проблема в том, как эти коэффициенты превратят мультипликативный эффект, то есть тот эффект который приводит к росту экономики. La question est, comment obtenir l'effet мультипликатор qui conduит à la croissance économique. А для этого очень важно понимать емкость вот этих каналов по которым может финансироваться восстановление экономической динамики. Для этого, надо понимать, как мы финансировали меры поддержки российской экономики в сравнении с тем, как мы финансировали восстановление экономического роста в 2009 году. Рассмотрим, в 2009 году, совокупные антикризисные бюджеты весел 6,2% от российского ОВВП. В 2009 году, летоталитет дю бюджет антикризис репрэзанты 6,2% дю ПИБ Русс. Текущий план действий правительства, это всего 2,6% дю ПИБ Русс. Апеснису. Алло. Да. Часть мер предполагается реализовать еще и в 2021 году. Но, вот, по масштабу поддержки в текущем году, план явно выступает тому, что мы имели во время кризиса восьмого и девятого года. Но, для этого года, оно очевидно, что это значительно менее хорошо чем что мы имели в 2009 году. На социальную поддержку на население, в 2009 году, было потрачено 4,2% дю ПИБ Русс. В 2009 году, это 4,2% дю ПИБ Русс. В текущем плане, это 0,8% дю ПИБ Русс. Апеснису, это всего 0,8% дю ПИБ Русс. На остальные затраты, в том числе на поддержку секторов экономики, в девятом году, было 2%. А в 2020 году, это 1,8%. Хотел бы заметить, что очень похожие цифры по объему ВВП на поддержку экономики, в том числе на поддержку банковской системы, и тех предприятий, которые имели долги в выраженные валюты. Однако, в 2008-2009, в структуре этого поддержки было разнообразно, потому что много денег денег для поддержки банки и entreprises с которыми уникальными валютами. А сейчас, в принципе, такой проблем нет. Сейчас мы не имеем этот вопрос. И, наверное, в итоге, подводя этот анализ, можно сказать, что, в принципе, конечно, тот пакет антикризисных мер, который мы сейчас пока имеем, возможно, он будет расширяться, он недостаточно для того, чтобы быстро и динамично выйти из того кризиса, который попал российской экономики. Для сравнения, посмотрим, как действуют другие страны. Посмотрим, как другие страны действуют. Возможно, меня поправят наши французские коллеги, но, по нашим оценкам, текущий пакет антикризисных действий правительства Франции составляет 14 примерно процентов от ВВП. В Германии, это 22%. В Германии, это 22%. И для Соединенного Королевства, это 24,3%. В Германии, это 24,3%. Я здесь намеренно не поставил данные по Соединенным Штатам, потому что они существенно выше. Я спрашиваю, что в следующей ситуации почти все страны мировые экономики, крупные экономики мира, должны формировать дефицитные бюджеты, и причем этот дефицит будет существенно. И возникает, конечно, вопрос о том, как же этот дефицит будет финансироваться. Я думаю, что в течение семинара мы еще этот вопрос разберем, в том числе как это будет во Франции, как это будет в других странах. Я думаю, что мы будем изучать эту вопрос в том, как это будет в Франции, в других странах. Но я бы хотел рассказать, как мы это планируем делать в России. Я хочу рассказать, как мы мы это планируем делать в России. Ну вот я нарисовал такую простую схему. Вот, у меня есть один шейман. Итак, дефицит российского бюджета в этом году составит примерно 5% ВВП. Вроде бы ничего страшного, потому что Национальный фонд благосостояние сейчас составляет примерно 12% от ВОП. В течение последних трех лет, мы активно складывали в него нефтегазовые доходы. То есть, у нас есть даже предположение, что сначала некоторые в правительстве коллеги даже этому обрадовались. Наконец-то, мы можем использовать те ресурсы, которые, значит, так долго копили. Мы думаем, что некоторые коллеги в городе были даже счастливы в начале, потому что мы могли наконец использовать эти ресурсы, которые мы аккумуляли за много времени. И тут мы наконец увидели, как же все будет строено в 20-м и 21-м году. Мы понимаем, как это будет происходить в 2020 и в 2021. К нашему изумлению, из Фонда Национального благосостояния на финансирование бюджета будет потрачено не более полумиллиарда рублей. То есть, в нашем огромном этапе, этот Фонд благосостояние на финансирование бюджета будет потрачено не более полумиллиарда рублей. Сколько? Пол процента. Environ 0,5% от ПИБ. Откуда же будут взяты все остальные деньги? И ду вендра то ли рест? Они будут взяты из внутренних заимствований. Дисампрант интерьер. То есть, внутренние заимствования по 20-му году превысит 4 триллиона рублей. То есть, в 2020, этот фонд благосостояние на финансирование бюджета будет потрачено не более полумиллиарда рублей. Понятно, что какая же логика такого рода решения? Какая же логика в таком роде решения? А логика такая, что у банковской системы скопилась существенная ликвидность. И кроме того, в банковской системе начинают нарастать проблемы в связи с тем, что, ну, экономик развивающийся. Это не очень хорошо, а значительная часть находится в глубоком крисе. В другом случае, проблемы начинают нарастать в банковской системе, потому что экономика не развивается не очень хорошо. И большинство этой экономики находится в глубоком крисе. И вот эта вот конструкция финансирования бюджетного дефицита позволяет, с одной стороны... Эта структура финансирования бюджетного дефицита позволяет, с другой стороны, использовать структурные профициты, которые пока еще есть в банковской системе. А с другой стороны, позволяет банкам заработать и поддержать свое состояние в ближайшие, так сказать, годы. И, с другой стороны, позволяет банкам начать работать и сохранить свое состояние в ближайшие годы в ближайшие годы. Но, да, те средства, которые остаются в фонде национального благосостояния, теоретически будут нас защищать от очередных крис. Или могут быть потратены на какие-то проекты и программы для развития экономики в будущем. Но, на мой взгляд, эта логика довольно странная. Потому что, еще раз, вот этот фонд национального благосостояния был накоплен за счет того, что мы искусственно занижали темпы экономического роста в период роста цен на нефть в 16-18 году. Потому что, в принципе, тогда тоже был профицит структурной ликвидности банкской системе. А с тем, у нас тоже был экземент структурный ликвидности банкской системы. И можно было бы таким же образом финансировать дефицит бюджета за счет кредитов банков, то есть заимствование у банков. Но это не произошло, и мы имели довольно низкую экономическую динамику. Но это не произошло, и наша экономика была довольно низкая. А сейчас, ни расходы, ни средства ФНБ, скорее всего, приведут тому, что мы будем иметь л-образный выход из экономической крисы. И сейчас, мы не хотим платить эти деньги, это будет очень возможно, что мы сохраняем так называемые бюджетные правила. То есть это бюджетные правила, в принципе, не позволяет, при текущих условиях развития экономики, нормально финансировать дефицит бюджетный. И это приводит к странным ситуациям, когда, с одной стороны, все параметры бюджета на 2020 и 2021 годы уже не соответствуют бюджетному правилу. Я думаю, что это не случайно. С одной стороны, все параметры бюджетные правила для 2020 не соответствуют бюджетным правилу. А экономические правила продолжают декларировать приверженность всем его положениям. Но экономические правила, экономические правила продолжают декларировать их поддержку к любой dispositions этой бюджетной правиле. Ну и, в конце моего выступления, некоторые подробности национального антикризисного плана и оценки того, как он может повлиять на экономическую динамику. Итак, в конце моего выступления, несколько деталей национальный план экономический и как он может повлиять на экономическую динамику. Мы состоим из шести ключевых разделов. Есть шесть секций ключевых. Это социальная поддержка. Это социальная поддержка. Это поддержка социальная, это поддержка занятости. Это поддержка занятости. Это крупные инвестиционные проекты. Это проекты в области импортозамещения. Это поддержка регионов. Это поддержка регионов. И это секторальные меры поддержки для отдельных видов экономической деятельности. Если мы говорим про первые пять разделов, то ключевыми каналами, по которым у бюджет будет транслировать деньги в экономику, станут… Donc, concernant les cinq premières sections, les principaux канaux pour acheminer l'argent vers l'économie seront les suivants. Это, прежде всего, бюджетные инвестиции, бюджетные трансферты, и прямая поддержка домашних хозяйств. И поддержку directа в менаж. В 2020 году, это будет примерно на эти цели, на эти три канала потрачено 2,7 триллиона рублей. В 2021 году, это будет 2,7 миллиарда рублей. В 2021 году, это будет 2,4 миллиарда рублей. Что касается отраслевых мер поддержки, то ключевые меры здесь будут направлены на поддержку строительства. В этом случае, в связи с сетями с сетями, это будет поддержка поддержки, в связи с сетями с сетями. В связи с сетями с сетями. Это как раз вот та история про которую я говорил в начале. Что на самом деле будут финансироваться те направления, которые нужны для того, чтобы бороться с подобными crisisами в будущем. Ну, и еще один важный направление, это развитие транспорта. И еще один важный направл, это развитие транспорта. Как это все может повлиять на экономику? Если весь этот набор мер, все эти финансовые ресурсы, пересчитать и оценить их платы экономической динамикой, то в условиях 2020 года это могло быть 3,1% дополнительного роста ВВП. Если мы рассчитываем все эти методы в тему экономики, то это могло быть 3,1% увеличение в ПИБ в 2020. И в 2021 году 2,6%. И 2,6% в ПИБ в 2021. И в общем, конечно, это очень маленькие цифры. Это очень важные цифры. Но есть проблема. Проблема состоит в том, что не все эти деньги, как говорится, новые. Но есть проблема. Это не только тоталитет этого денег, который представляет новый денег. Большая часть этих элементов анти-кризисного плана просто перекочевали из национальных проектов и других бюджетных программ. И вот, синяя стрелочка внизу показывает, что новые деньги в экономике, которые в результате вот этого плана все-таки будут сформированы, это примерно чуть менее 1 триллиона рублей в 2020 году. Ну и на самом деле, каких-то существенных процентов прироста ВВП от этих мер уже ожидать не приходится. И наше текуще оценка стоит примерно в том, что все это вместе приведет к росту дополнительному росту российского ВВП, темпы роста российского ВВП в 2020 году примерно на 0,7% в пункт. И так далее, все это вместе, в 2020, примерно на 0,7% в пункт. Ну, из этого можно сделать вывод, что пока текущее наполнение анти-кризисного плана является, по-видиму, недостаточным. То есть, мы можем предположить, что, по-видиму, этот контент анти-кризисный плана не достаточно. Самое главное, что вот такая его конфигурация, она, как я уже показывал, снижает среди-срочный потенциал экономического роста. Она снижает возможность быстрого восстановления российской экономики в 2021-2022 году. И концентрирует те проблемы, которые у нас есть, дополняя их новыми. И концентрирует те проблемы, которые у нас уже есть, и добавляет новые проблемы. То есть, с точки зрения того, какие цели стоят перед российской экономикой в средней срочной перспективе? Практически ничего не изменилось. Практически ничего не изменилось. То есть, мы всегда будем решать проблемы на уровне жизни и менажа. И преодоление технологического отставания от развитых стран. Все это требует концентрации ресурсов, финансов, прежде всего. И реализация программы в тех видах деятельности, где в ближайшие годы возможно быстрый рост и качественный рост. Так или иначе, в конце этого года, мы ожидаем расширения и обострения дискуссии в направлении экономической политики. В принципе, есть два очевидных направления, которые конкурируют между собой. Первый, это возврат к такой политике без дефицитного бюджета и относительно жестких меры денежно-кредитной политики. Присохранение высокого объема резервов. И вторая политика, это политика формирования таких перераспределений ресурсов, такого перераспределения ресурсов экономики, которое бы позволило им иметь более высокие ресурсы, более высокими рисками. И вторая политика, конечно, безусловно, более рискованная, в краткосрочной перспективе. Но на наш взгляд, сохранение первого варианта приведет к тому, что мы резко увеличим риски уже среднесрочного развития экономики. Но на первой варианте будет значительно увеличить риски для развития в среднем уровне. Спасибо, но на этом мы хотели бы закончить. Спасибо, я хотела бы закончить. Спасибо большое, Александр. Спасибо, Александр. Мы видим, что кризис носит выраженный структурный характер. Мы видим, что это структурный критик. Из вопросов предприятий, мы видим, что в каких-то отраслях наблюдается глубокий провал, но в некоторых отраслях даже рост наблюдается. Ну, все знают, что очень сильно провалились авиоперевозки и туризм, например. Ну, конечно, все знают, что транспортный транспорт и туризм уничтожают большую высоту. А выпуск медицинской промышленности и фармацевтики, наоборот, заметно выросли. А есть ли какие-то еще неожиданные процессы в отраслях, о которых стало известно во время этого кризиса? Спасибо. 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 Спасибо, Жак. Ну, во-первых, конечно, кризис у нас не структурный, а рукотворный, это самое главное. Ну, это не структура, это структура, это структура. То есть, по-другому виду деятельности соответствуют тем, какие директивные решения принимали правительство в России, Франции, Италии и так далее. Если Россия закрыла авиационные перевозки и границы, то, по-другому виду, что авиационные перевозки и туризм уничтожают больше всего. Ну, если Россия закрыла авиационные перевозки, то, по-другому виду, что, естественно, активность в транспортах и туризм уничтожает. В частности, я хотел бы сказать, что мы имеем меньше эксплуатации, чем, например, планировать эксплуатации в Франции или оценивать эксплуатации в Франции? То есть, это такая структура, которая хорошо сказала Владимир Савин. То есть, более короткие цепочки создания добавленной стоимости. То есть, более короткие цепочки, которые, даже в условиях этого плана, все равно балансируются тем, что есть условно постоянные расходы на энергии и другие цепочки. То есть, это экономия первых материалов, которая расчет, даже в условиях этой ситуации, потому что мы продолжаем продолжать потреблять энергии и первых материалов. То есть, как я уже говорил, у меня есть ситуация в строительстве. Мы ожидали там существенные спады связанные с общим снижением инвестиционной активности. Мы ожидали, что у нас сейчас зависит в значительной степени от крупных проектов, которые реализуются государством. Но, поскольку в этом секторе, в период блокдауна, был относительно значительной. Но, возможно, спад еще этот сектор экономический настякнет тогда, когда, значит, все-таки скажется про садка в инвестициях сейчас в секторе. Александр, Александр, слышно, да? Насколько реально достичь ожидаемых 3,5% роста к 2025 году? Если масштабы мер господдержки по сравнению с 2009 годом, в среднем, в три раза ниже. Какие mesures реалисты достигают 3,5% в 2025, если их поддержки достигают 3 раза меньше, чем мы видим в 2009? Ну, во-первых, еще раз, это у Владимира был комментарий по этому поводу, и сейчас. Это – это – это – это максимальный потенциал при годовых темпах роста на ВУП. Владимир говорит о этом вопросе, но я должен сказать, что это – это максимальный потенциал максимальный потенциал в целом. Вообще-то, выбрать этот максимальный потенциал практически невозможно при любой экономической политике. Я не просто говорю, что вот этот потолок, который есть на границе, он опустился на 1% пункт. И это значит, что требования к качеству экономической политики, а также к выбору вот этих вот мер наиболее эффективных этой политики, это значит, что требования к качеству экономической политики и эти поддержки поддержки улучшились. То есть, скорее всего, если все будет оставаться так, как есть, мы будем действительно расти на 2,2%. То есть, если ситуация остается такая, то будет 2,2%. Что, в принципе, для нашей страны, по-видимому, неприемлема. Что, в принципе, неизвестно, неизвестно. Что, в принципе, является безальтернативным игроком на период выхода из кризиса. Как оно является, по-слышиму? То есть, никакой другой ресурс, кроме как государство, не может придать импульс и начать движение экономики в сторону восстановления. В принципе, неизвестно, что есть другие ресурсы, а по-прежиму, которые могут дать импульс и необходимые для строительства экономики. В принципе, ресурсы государства, а, ограничены. Во-первых, они ограничены. Ресурсы государства. В принципе, ресурсы государства, которые могут быть угрозят. Они достаточно узкие. И вот, будет ли у нас температура 3% в 2025 году или не будет, это проблема, прежде всего, частых инвестиций и поведение частого бизнеса. То есть, поэтому, очень важно, чтобы государство запустило экономическую росту. Сначала у нас пусковой крючок, и механизм будет заработать. Ну, там уже получается, что если не будет инвестиций частого бизнеса, то и никакого потенциала роста, а тем более расширения этого потенциала, вы не выявили. То есть, если нет инвестиций в привычках, то, в целом, нет потенциала роста, и, в целом, нет потенциала роста. Александр Александрович, спасибо большое. Профессор Архипов, тоже выступающим вопросом с нашим Александром Александровичем. Дело в том, что, правильно вы говорите, ожидаем дальнейшего развития дискуссий о путях развития экономики. Ну, известна же позиция того же академика Глазьева с предложениями более активного использования средств и государства, и тех, что накоплены, тот же фонд национального благосостояния, о котором вы говорили, который практически остается. Возможно ли вот эти механизмы использования все-таки предполагать, опять, чтобы 3,5% не максимум, а как-то подвинуть максимум? В этих предложениях там цифры были и до 7, и до 8% роста годовых, потому что все мы хорошо понимаем, что 2% – это стагнация, то есть меньше 4-5% в этой ситуации нельзя. Здесь, конечно, проблемы возникают, но вот Жак сейчас говорит, что все и в Германии вот так решают с учетом использования субсидий. Итак, можно ли все-таки вот в этом направлении формировать, так сказать, предложения, чтобы усилить роль государства этих имеющихся средств, но в привлечении в бизнес? Спасибо большое, коллеги. Подписывайтесь на мой взгляд. Вместе с тем, как я наоборот, как и до 3,5% в текущей плаву, есть ли у них возможность увеличить этот плаву благодаря соâlствами Suppстиг, по обеспечению О vista, по экономическим и приорит passages на экономическое плаву, у них появилась возможность дать реквы для экономического В общем, есть разные позиции по поводу того, как нужно повысить темпы экономического роста. Есть разные точки зрения, по поводу того, как можно увеличить уровень развития экономического роста. В том числе, позиции по отношению к тому, что нужно или радикально смещать деньги за кредит политикой политики. Либо резко увеличить государственные расходы. У меня эта позиция такова, что, в общем, все инструменты для того, чтобы темпы экономического роста были у нас в стране выше, существуют. Не слышу. Все инструменты для того, чтобы повысить темпы экономического роста в стране существуют, они есть. Я думаю, что у нас есть все инструменты необходимы для увеличения роста. Проблема в конфигурации этих инструментов и распределение расходов по тем проблемам, которые будут более эффективны. Проблема в конфигурации этих инструментов и в redistributionе этих инструментов, чтобы они более эффективны. Ну и еще, кроме того, у нас есть избыток финансовых ресурсов есть. Ну и еще, кроме того, у нас есть избыток, в общем-то, финансовых ресурсов есть. То есть, на самом деле, еще раз, все для того, чтобы выстроить более эффективную экономическую политику в экономике уже есть. Их, революции нет нужных. Просто нужно более эффективное управление, о чем говорила в плане Иверсаля. Ну и, так сказать, вот еще раз выбрать те направления и принять решение, конечно, о том, что мы хотим иметь более высокий темп рост. То есть главная проблема в том, что мы, как экономические власти в целом, не хотим идти на риск. Ле проблема, что не хотим идти на риск. А на этот риск надо идти, то есть надо принимать решение. Вдопадам, нужно идти на риск и принимать решение. Спасибо. Спасибо. У нас еще есть несколько минут до перерыва, если есть желание... Есть желание, я давно тяну руку, но ее никто не видит. Олег, приносим извинения, пожалуйста, вам слово. Вот, я хотел не столько вопрос задать, сколько сделать комментарий по теме потенциала роста, возможности его использования и господдержки. Здесь мне очень понравился тезис Владимира Сальникова, который в вольном моем изложении будет звучать как не столько важно что делать, сколько как это делать. Вот, с точки зрения финансового обеспечения, там, роста, восстановления и так далее, очень существенно не то... Спасибо. Спасибо. Важно не только объемы поддержки которые будут выделены, но и то в какой форме они будут предоставлены. Ну, например, у меня есть большие претензии по форме в которой предоставляется поддержка сейчас в России. Я имею в виду то, что у нас очень часто поддержка облачается в форме кредита. Очень часто этот поддержка влачается в форме кредита. Но дело в том, что вообще говоря, так образно говоря, кредит можно рассматривать как такую форму участия в будущих успехах. Или, с другой стороны, как форму признания эффективности соответствующих проектов или заемщиков. В данном случае я не вижу ни потенциальных успехов, ни эффективности. В данном случае это простое нарушение принципов кредитования, которое может привести только к укушению кредитной селекции и дальнейшей засорении денежно-банковской системы рисками. В данном случае это просто инфрация в праве кредита, которая может привести к укушению плохой селекции и к укушению риска в системе монетарном системе. И маленький комментарий. Володя Сальников уже присылал в чате свой анализ региональной ситуации. Здесь у меня тоже есть некое наблюдение. Проблема регионального распределения очень неоднозначна. И еще один маленький комментарий. М. Сальников уже написал в чате о том, что нарушение региональной экономики. В самом деле, регистрирование региональной помощи не очень очевидно. Ну, например, по данным банковских балансов, в апреле месяце остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетов с объектами федерации выросли на 15%. Да, в мае произошло сокращение, отыграли 3% назад. Но тем не менее, собственно, сам период карантина привел к улучшению финансовых возможностей региона. Я понимаю, что здесь во многом все может быть объяснено достижениями в Москве и в некоторой части Петербурга. Я понимаю, что это может быть объяснено в частности в Москве и в Санкт-Петербурге. Но тем не менее, стоит говорить о том, что региональная разбивка наших сегодняшних проблем, она далеко не однозначна и далеко не однородна. Спасибо, у меня все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.